Но я напоминаю, что каждое воскресенье у меня проходит розыгрыш SSD, который выиграл по итогам опроса в группе ВКонтакте, ну и на которой я провожу сбор и по итогам этот SSD разыгрывается среди тех, кто скинулся. Вся информация в группе ВКонтакте, переходи, смотри и участвуй. Всем привет, с вами Давилович, и сегодня новый обзор, сегодня очень интересный обзор в плане SATA SSD. Сегодня на обзоре топовый SATA SSD от компании Kingston, это KC600, объем 256 гигабайт. Кстати, данный SSD ты сможешь купить по очень низкой цене, ссылочку оставлю под этим видео, переходи, смотри, сравнивай и покупай. Ранее на канале у меня уже был KC600, но это была версия объема 500 гигабайт, и мне он очень понравился, и действительно тот SSD входит в мой топ SATA SSD на сегодняшний момент. Он показал себя очень хорошо, очень достойно. Ну и конечно же я не мог пройти мимо возможности сделать тест, обзор на версию 256 гигабайт, потому что лично я считаю все SSD разные. Даже если мы берем разный объем, там скорости, показатели могут отличаться разительно. Тем более, если смотреть на младшие модели. То есть вообще, по идее, я никогда не рекомендую покупать самую младшую модель по объему в линейке. То есть там всегда будет все так себе. Не верите? Вот посмотрите и сравните Samsung 970 EVO Plus на 250 гигабайт и на 500. Ну и вернемся к нашему Kingston. Kingston отличный должен быть SSD, судя по версии на 500 гигабайт, потому что начинка здесь в принципе вся та же самая, ну единственное, меньше объем. Производитель заявляет 550 на чтение и 500 на запись. Что ж, все будем проверять. В качестве контроллера здесь у нас установлен SM2259 от Silicon Motion, и который показал себя в прошлом обзоре достаточно хорошо. Ну а в качестве памяти, как минимум, в прошлый раз была 3D NAND TLC от Micron, 96-слойная, ну и тоже там было все хорошо. Что ж, здесь мы тоже все это будем выяснять. 5 лет гарантии дает производитель и 150 терабайт на запись у версии 256 гигабайт. Ну блин, для топовых я считаю все-таки это маловато. Давайте быстренько распакуем данные SSD и перейдем к самому интересному, к тестам. Kingston KC600 поставляется в стандартной для Kingston упаковки. Это картонный блистер с прозрачной пластиковой вставкой, через которую мы видим наш SSD. 256 гигабайт, KC600, бесплатная техническая поддержка, ну и SATA 3, 6 гигабит в секунду. На обратной стороне тоже ничего особенного. Самая главная наклейка с моделью нашего SSD и прозрачное окошечко, то есть с видом на наклейку нашего SSD, откуда можно сосканировать серийный номер. Все, больше здесь ничего особенного нет. То есть по традиции просто ломаем упаковку, ну и вытаскиваем наш SSD. Черный матовый металлический корпус. То есть приятный на ощупь, сделано все на высшем уровне. У нас имеется гарантийная пломба, защищающая один винт, звездочку от вскрытия нашего SSD. Ну и данный SSD, к сожалению, я вскрыть не могу, поэтому сегодня без вскрытия. Ну и на обратной стороне у нас Kingston и все наши данные. Парт номер, серийный номер и все, 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 что только нужно, все, что только интересно. Сделано в Тайване. Что ж, давайте подключать и переходить к тестам. Накопитель Kingston KC600 объем 256 гигабайт установлен. Ну и давайте инициализируем наш новый накопитель. Так, заходим. Да, вот он определился. Все отлично. Создаем простой том НТФС. Чистый объем нашего накопителя 238,46 гигабайт. Все отлично. Ну и запускаем CrystalDiskInfo, чтобы смотреть, что же там у нас по накопителю. Четыре включения. Чтение и запись у нас официально в этой утилите не поддерживаются. Хотя параметры хосты чтения и записи здесь все-таки есть. Так, общее время работы 0 часов. Ну, в общем-то, все в принципе в норме. Абсолютно новый накопитель. Температура 27 градусов, не зашита. Будем за ней наблюдать. Ну, а контролировать температуру, для того, чтобы не пропустить максимальную, мы будем при помощи утилиты CPUID Hardware Monitor. И вот он, наш SSD Kingston, 27 градусов. Ну, а мы продолжаем. Так. SSDZ следующая утилита. Итак, у нас Kingston здесь определился. Все хорошо, все в порядке. Ага. Тут, в принципе, ну, все мы видели в CrystalDiskInfo. Ну, а теперь запускаем CrystalDiskMarket на абсолютно пустом накопителе F5 прогонов по 1 гигабайту. Запускаем тест. Тесты у нас завершились. И мы получаем, в принципе, хорошее достойное значение. Заявлено было у нас до 550 на чтение, до 500 на запись. Как можете увидеть, скорости, по факту, мы получили выше. Дальше запускаем SSD Benchmark. И давайте смотреть, что накопитель нам сможет показать здесь. Итак, мы получили 1066 баллов. Это не топовое значение, это не 1200. Но это, можно сказать, предтоповое значение. Чуть выше, чем середнячок. Середнячок у нас это 1000 баллов. Что ж, все равно здесь все достойно. И не стоит забывать, что это самая младшая по объему модель в серии KC600. Дальше посмотрим, как накопитель ведет себя в различных средах. Ну а здесь у нас все хорошо. И очень удивительно, что ISO скорость у нас ниже, чем в программах и играх. Что ж, ладно. Дальше запускаем AtoDiskBenchmark на нашем накопителе. И ждем результаты. Тесты у нас завершились. Ну и здесь, в принципе, все супер. Все клево. 495 на запись и 537 на чтение. В общем, все в порядке. Дальше запускаем AdjoSystems. И давайте посмотрим, какие скорости у нас будут здесь. Ну, все в порядке, все быстро. Что ж, давайте свернем все наши синтетические тесты. За исключением CrystalDiskInfo и CPUID Hardware Monitor для того, чтобы контролировать температуру. Пока на данный момент у нас температура максимальная 44 градуса. Но я напомню, на тесте этого SSD объемом 512 гигабайт мы там ушли за 60 градусов. Не помню, 61 или 62 градуса этот SSD показал. Что ж, будем проверять сейчас, до скольки получится разогреть этот SSD. По традиции будем копировать папку Render объемом 100 гигабайт. Накопители Samsung 970 EVO+. Ну и давайте смотреть. Итак, 500, 480, 490 мегабайт в секунду. Это у нас реально скорость записи. И это очень хорошо. Да, 490 мегабайт это у нас среднее. Что ж, давайте смотреть, что у нас будет. Так, поднялась до 520, снова 490. Ну да, небольшие колебания есть. Что ж, давайте смотреть дальше. Так, а вот теперь, друзья, мы видим падение скорости до 200 мегабайт в секунду. Это после 33 записанных гигабайт. Что ж, я почему-то ожидал, что здесь у нас такого падения не будет. Но, как вы можете увидеть, оно здесь все-таки есть. Что ж, интересно. Неожиданно, но будем смотреть за SSD и за копированием дальше. Тем временем, у нас записано уже 40 гигабайт. Что ж, все равно это относительно быстро. Итак, у нас записано уже практически 100 гигабайт. Скорость у нас упала. Ну, скорость также не упала. Она также держится на отметке в 200 мегабайт в секунду. А температура тем временем 55 градусов. При комнатной температуре, ну, порядка градусов 25. Да, жарко, душно сегодня, лето. Что ж, ждем завершения записи первой папки 100 гигабайт. Вторую папку я не вижу смысла запускать. Потому что, ну, все здесь наглядно уже видно и понятно. То есть, ничего здесь уже другого не изменится. Так, ну, давайте для наглядности запустим CrystalDiskMark. Сразу же после переполнения буфера. И посмотрим, что нам сможет показать этот SSD. Как бы худшие скорости этого SSD, скажем так. В CrystalDiskMark, когда делаем тест сразу после закидывания папки в 100 гигабайт. Ну, и вот здесь, друзья, на этом графике, на этом тесте, вы можете увидеть, как у нас меняются скорости, если кэш SSD у нас переполнен. Если буфер у нас переполнен. Что ж, все равно, все быстро. Ну, в принципе, все это на графике реальной записи мы с вами увидели. Что ж, сейчас даем накопителю 15 минут, чтобы отдохнуть, чтобы буфер у нас освободился. После чего перейдем к тесту AIDA64. 15 минут прошло. Запускаем AIDA64. Кстати, SSD у нас максимально нагревался до температуры 56 градусов. Ну, а так, простое, конечно же, там он быстренько остывает. Корпус металлический. Здесь все хорошо. Так, выбираем тест диска. Наш накопитель. Линейная запись. Ну, и давайте запускаем тест. Смотрим, что у нас будет сейчас на нем. Итак, стартует запись с отметки 483 мегабайта в секунду. Немножечко опускается до 475-72. Ну, и пока, я думаю, на этих цифрах у нас, пока мы не запишем 33 гигабайта, у нас скорость будет, ну, примерно в этих значениях скакать. Что ж, смотрим. И вот у нас падение скорости. И падение у нас здесь произошло немножко даже быстрее, чем 33 гигабайта. Видимо, буфер полностью еще не успел освободиться, не успел очиститься. И вот поэтому мы такое значение имеем. Что ж, зато теперь мы знаем, что за 15 минут буфер у нас здесь не освобождается полностью. Что ж, интересный факт. Давайте дождемся завершения этого теста. Ну и, друзья, на 45% заполнения у нас непонятно, что происходит с SSD. Буфер у нас как будто бы освободился. И скорость снова у нас взлетает до 478 мегабайт в секунду. И это весело. Это действительно весело. Что ж, смотрим, что будет по итогу. Опа, вот и падение снова скорости. Будет ли снова взлет? Ну, похоже, что нет. Что ж, продолжаем наблюдать. Тест у нас завершен. И, собственно, вот такой вот интересный график с таким вот ростом посерединке у нас получился. Да, если прикинуть по объему, у нас буфер как раз примерно 31-32 гигабайта. То есть, тут у нас, в принципе, все соответствует тому, что было на тестах реальной записи. Ну, а под конец у нас скорость начинает скакать, начинает падать. Минимальная скорость была 77 мегабайт в секунду при заполнении. Ну, и, соответственно, сразу понимаем, что 10% заполнения SSD нужно держать пустым в запасе, чтобы не терять никак в скорости. Опять же, это все только если вы непрерывно будете записывать большие объемы данных. А если вы используете, допустим, просто под систему, то даже, думаю, за 95% у вас таких просадок по скорости не будет. Что ж, все-таки я не ожидал, что просадки будут при заполнении SSD от 90%. Я вообще, думаю, их не будет. Что ж, ну, мы с вами здесь все увидели. И, если честно, я очень удивлен тому, что увидел на тестах у накопителя Kingston KC600 объемом 256 гигабайт. Ну, а теперь давайте проверим, что же у нас установлено внутри данного SSD при помощи утилиты от Вадима Очкина. Мы знаем, что там у нас Silicon Motion. Ну, и давайте все наши данные подтвердим и посмотрим, что у нас по памяти. Итак, контроллер у нас определился как SM2259AB, как и на версии 500 гигабайт у меня. То есть, тут все совпало. Ну, и память Micron точно такая же, 96-слойная. Все отлично, все супер. Тесты проведены, все видели сами. И, если честно, я от накопителя ожидал гораздо большего. Я думал, блин, будет прямо все точно так же, как на 500-ке. Но нет, друзья, чудес не бывает. И, собственно, моя теория по поводу самых младших объемов SSD, она в очередной раз подтверждается. То есть, самую младшую модель, ну, лучше не рассматривать. Объемом 256 гигабайт, KC600, топом все-таки я не считаю. На 512 гигабайт было супер. На 256 нет. А, собственно, вы видели сами предтоповые значения по SSD Benchmark. Ну, там температура до 56 градусов дошла. Ничего страшного, все отлично. Ну, и по скоростям, в принципе, тоже все должно быть хорошо. То есть, по тестам CrystalDiskMark все отлично, все супер. Ну, а вот после переполнения буфера, после тестов реальной записи, мы видим, как у нас проседает 4К чтение. Ну, и, собственно, запись у нас тоже становится ниже в два раза. Ну, а по буферу 33 гигабайта. В принципе, все хорошо, все супер. 490 до переполнения буфера. Ну, а вот после падает до 200. Да, это все равно хорошо, это все равно быстро. Но хотелось бы все-таки чего-то более быстрого. То есть, на SATA, блин, ну 200, ну маловато на реальной записи все-таки. Хотя, это все-таки хороший показатель. Если сравнить бюджетку, там будет меньше сотки запросто. Контроллер точно такой же, как на 500. Память точно такая же. Но непонятно, почему вот такие скорости. Я все-таки думаю, это из-за количества чипов. Из-за того, что объем меньше, чипов меньше. Ну, и, соответственно, многопоточность меньше. Вы все посмотрели. Сможете сделать выводы сами. Лично я считаю, что да. Накопитель хороший, но не из лучших. К сожалению, в отличие от версии на 512 гигабайт. Ну, на этом, друзья, все. Ставим лайк. Подписываемся на мой канал. Нажимаем на колокольчик. Вступаем в группу ВКонтакте, где можно выиграть SSD. И не забываем про мой сайт ProSSD.ru, где я сделал табличку сравнения SSD. Переходите, сравнивайте и выбирайте лучше. Ну, и все. Пока-пока. Кстати, для тех, кто до сих пор не в курсе, сколько стоит этот SSD, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. И если все устраивает, то покупайте. Субтитры сделал DimaTorzok